Такие. Они два ледяных, а два ледяных в одном пике это не очень суппорта. Опа! Тинек. Без Веспа просто тинек. Вот где-то похожее я уже видел в пиках у ЕГЭ. Да. Куча толстых, мерзких персонажей. С сильными скиллами, толстых, жмут кнопки, выигрывают драку. Дота простая игра. Ну Джеки Роз. Все это контрит тем, что плюется... Другой дракон. Это не дракон, это какой-то вообще... Он такой костяной горкуля. Мутный какой-то. Да, недодракон. Да, это какой-то летающий собак или туча мыш. Ну и кого же добирать стоит ЕХУ на четвертый пик? Против. Это тут непонятное состояние. Если тинни кэрри, то судя по всему это тинни для сетевая будет. Ну, наверное. Нужен еще герой на оффлейн. Надо было с андаингом. Хотя там, по-моему, и Левен этот играл на андаинге. Было дело. Здесь пока трудно предсказать. Пока что ленд рейндж заходит. Тоже толстый герой. Там на огонек. Со скиллами, которые носят дэмэдж. Ну, у ЕХУ очень такой плотный пик. Именно скиллы, проказ. Но какой-то системы в нем вообще не видно особо. Просто неплохие герои. Хорошие лайны, хороший тимфайт, неплохой вейтгейм. Ну, да. Все сбалансировано. Дефолт. Такой дефолт, дефолт. То есть мы пойдем на линиях постоим. И потом скиллы дадим правильно. И, мол, победим. Подожди, а ты видел, чтобы в Китае по-другому играли? Ты видел, чтобы там пушили целая на голову? Да видел. Вообще-то так они и играли. Два года назад. Видел по-разному. Два года назад. Видел по-разному, но все-таки китайский стиль изначально, их дефолтный, это мы возьмем одного кэри мощного, чтобы он нафармил много. Вот 4 плюс 1 уже 3 года назад отказались не играли. Не, не, ну что эти, 4 плюс 1, 3 плюс 2 до сих пор играют частенько в Китае. Не надо мне рассказывать, Вичи Гейминг, тому пример, постоянная эта игра. Да и не только Вичи Гейминг. Как раз таки E-ком-то вот и выбиваются немножко из этой всей истории. У них просто нету особо даже кэри, у них куча семикэри. Так и воюют. Ну, впрочем, приносит результат. А как у тебя разделение идет? Кэри и семикэри. Тинни, это кэри? Семикэри. Аймбар Спирит? Кэри. АВР-ка? Семикэри. Ну, тут я бессилен. Следующего? По градации у НСа своя шкала какая-то. В смысле, своя, но какая у тебя шкала? Ну, не знаю, я бы не сказал, что Тинни на шести слотах слабее Эмбероса. Так Семикэри это тот, кто может и там, и сям. Ну, да, Эмбер Семикэри. Как раз таки может и там, и сям. Вот я про Эмберос с Яриком и не согласен. Ну, собственно, я же говорю, Тинни и Эмбер. Не, ну, стойте, Тинни, что-то вы мне тут все время пытаетесь подрасскать. Стоп, Тинни фармит 3000 голды, Power 30 и Blink, ну, плюс по мелочи. Все, разваливает кабинеты по карте, ходит что угодно, Эмбер фармит 3000 голды и что делает? Фейзи, барабаны, разваливает всю карту, бегает. Да вы сравнили урон у Тинни и у Эмберспирита, разваливает, кого он там разваливает. Тинни косарь урона наносит, прокастает там 2000, а Эмберспирит, он хп 300 отнимает и пошел там что-то прыгать, бегать, летать. Ну, может тоже, но, откровенно говоря, не настолько круто. Тинни покупает следующий слот, это, например, Аганим, а Эмберспирит покупает Баттлфьюри. Эмберспирит с Баттлфьюри только фармить может, в драках может он подраться, если есть вакуумы, магнусы какие-то и так далее. Тогда, да, там есть урон, иначе там урона как бы не особо, ты на него смотришь, ну, и пофигу на него, пока он доедался, не купил. Тинни уже разваливает лица с Аганимом, он в драке наносит просто тонну ДПС. Ну, вот тебе Сэмми, Кэрри, Кэрри, Сэмми, Кэрри, Кэрри. Чини на 6 слотов, тоже Кэрри, по-на-н-део. Ну, точнее, он еще сильнее, чем Эмберспирит. Ладно, ласпик остался для Ехоу, мне кажется, нужно как раз-таки оффлейнера сейчас брать. Хотя здесь вообще вариаций масса, здесь можно и ондайн хвэрка поставить в харду при желании, и с Бэйном можно туда сходить, и с Брудой. И вот, собственно, Бруду на ласквик можно взять, когда у врага почти ничего нет. Есть Эмберспирит, он неплохо, кстати, справляется с этим жуком, пауком, но... Дум на линии нормально же стоял, стоит вроде первое время против Бруду. Ну, какое-то время, да. Первое время, да. Стоит-то, конечно, стоит, но в этой ситуации, вот, визажом Эмберспиритом и вот этой ледяной птицей, ты точно в харду идти не хочешь. Ну, вы знаете, я могу быть не экспертом, но мне кажется, что LGD позволяет ситуации пикать какого-то героя конкретно против Брудного, то есть того же Акса, того же кого угодно, потому что у них все и так есть. Им, в общем-то, не будет проблем взять, да хоть Тайда, хоть кого. Ну, а что ему? Что-то Дум Эмбер, это так как-то... Вот визаж, да, он делает, конечно, работу. Визаж, опа, лекантроп. Собственно, Егор, я вот уже смотрю на этот пик и чувствую, как очки уходят от тебя. Ну что же, первая карта E-Home против LGD начинается прямо сейчас, и мы передаем наше слово комментаторам. Спасибо, Иван, спасибо нашей студии-аналитики. Мы врываемся в прямой эфир, противостояние двух китайских коллективов. Такое дерби у нас будет мощное. Да, я уже писал шутки в Твиттере по поводу того, что нас ждут незабываемые матчи. Они действительно могут стать незабываемыми, но в каком смысле мы узнаем с вами совсем-совсем скоро. Просто потому что зачастую ответственные игры у азиатских коллективов весьма консервативные, если можно так сказать. Мягко выразился, очень мягко, Роман, прям. Я стараюсь, я стараюсь так, чтобы совсем никого не обидеть. Ну, собственно, E-Home, LGD, первая карта Best of 3 Сражения. Все вроде так. Победитель выходит на Вич Гейминг, проигравший топ-7-8. Exactly. Exactly so. Да, ну что же, давайте начнем смотреть. Собственно, ребята уже героев своих разобрали. Познакомимся сперва с LGD Gaming, предварительно показывают тот самый Игл Сонг, за который идет борьба. И за деньги, конечно же, за трофей. Забавно то, что в Доте вот на протяжении уже какого времени используют ассоциативные вещи, связанные с артефактами. То есть руны, артефакты, вот все, что внутри игры, все как-то попадает в поле зрения. Это и Радианс на Даке, который был разыгран, и Рапира, которая в турнире один на один разыгрывалась, там, пару интернешнлов назад. То есть есть, есть такое. Ну там, дотеры же все любят то, что происходит в этой самой доте. В общем-то, такие вот показательные предметы, скажем так. Верно. Хорошо любимые. Ладно, давайте пройдемся по составу. Итак, ребята из LGD Gaming. Maybe на Ember Spirits пока отправляется на легкую. ММАй будет на Support Message. Кота, DDC второй Support Interviver. На OTK на доме в сложной. Ну и Сайлор идет на Ликантропе. Вот вопрос только в мид или на легкую. Да, ну и у Яхумов мы видим в сложной обосновался Паукан Брудманка. Далее, KK Undying или KK, не знаю, KK мне больше нравится. Bane, Lan M, старый цыпленок Тини, естественно. Ну и сетевая остается на VR, который, кстати, уже успел потратить всю свою ману и возвращается на базу. Это такой довольно интересный мув. Пройтись, быстро поставить вардец, вернуться обратно под Винраном, чтобы снова вернуться обратно на линию быстрее. Ну, круто, круто, окей. Ладно, посмотрим, что получится. Действительно, варды были проставлены. Если мы увидим, посмотрим внимательно, видим, что на нижней части карты вардов нет вообще. То есть не поставил ни Брут Мазар. Там у Undying есть где-то, у Undying есть сантрики? У Undying, да, сантрики. Ну, просто Бруда, она вроде бы не особо нуждается в хелпе. Это весьма самостоятельный у Флейнера. Она может паучков расставлять в качестве вижена, что тоже весьма неплохо. Но вот именно с сантриками может быть проблема. Поэтому зомби как раз берет эти два сантрика и будет идти, я думаю, один точно использует для того, чтобы ломать. Вот сейчас мы видим, он своей тушкой заблочил спаун. Угу. Неприятненько. Ну, а пока это же саппорт еще не подошел, то что, в принципе, отводить тут некому. Но вот Мэйби уже чувствует приближение Undying. Ух, как он чувствует. Больно, слушай, так как КП не так много у Ember Spirit, так еще и Дикей налетают сверху. Нужна помощь саппортом. Пришел Май, поставил сантриг. Чужих сантришников он себе нашел, потому что просто-напросто их нет. И отходит. Ну, ты знаешь, вообще не похоже на то, чтобы готовы были сражаться именно против Брудмазер, ребята, из LGT Gaming, потому что оба сантри в варда были проставлены в своем лесу. То есть на линию даже не ставят. Элевен будет чувствовать себя безопасно. Да, совсем какая-то халява. Визаж пытается найти сейчас сантриакт. Ну, это действительно забавно. Undying просто своим телом заблочив спаун, сейчас ММА развел на два сантрика. Да, 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 да. Это вот такой вот обычный маневр. Но это, в принципе, то, на что иногда нужно рассчитывать. Ты должен понимать, куда ушел зомби, что он там вообще теняется. То есть, ну, не просто так человек взял и ушел с линии в лес потусить. И вряд ли он проверяет, стоит варда или не стоит. Ну, да. Соответственно, он, конечно, может попытаться заблочить свои тушки. Так, тут у нас уже на нижней линии нападения. Немного пробили Undying, но жирный товарищ еще и отпивается попутно. Ну, веселая здесь линия должна быть. Сейчас посмотрим, как Брудмазер получит себе необходимый левел. Он начнет просто прогонять Эмберспирит и Висаджер, но это будет немножечко попозже. Тем временем, на миде у нас крайне интересное противостояние. Здесь Тинни при поддержке Бэйна пытается как-то сражаться против Ликантропа, которому до недавнего времени помогал ДДС на Винтервиверс. Ну, на самом деле, совсем скоро Ликантроп будет пытаться как-то сражаться против этих ребят, потому что, по словам, они становятся значительно сильней. И Псу, если у него не будет уровня 6, без своей супер-трансформации убежать от них будет почти нереально. Но, на самом деле, там и так Вейн, и ВРка, и Тинни со станом, там, в принципе, убегать тяжело, если тебя вдруг зацепят. Ну и такое, да, то есть, у тебя пока Ликантропа нету каких-то артефактов на ХП, подходит Тинник там, четвертую уровень. Куда-то тебя закинул туда, засыпал. Куда-то под базу. И ККВБ. Да, 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 так и есть. Вполне такое может быть. Уже неоднократно мы с вами видели, когда Тинни стоит соло против Драгоннайта всяких, против других героев, и они просто страдают. Например, даже за этот мейн-эвент было огромное количество. Так что, поаккуратнее Ликантропу нужно будет действовать, и все будет хорошо. Внизу Олд Чикен пока замечательно стоит, 12 на 8, топовый Крипстат. Эмбер, естественно, ничего не может с этим поделать. Олд Элевен только. Да, да, и в принципе, Олд Чикен, да, Олд Элевен, конечно же. Ну, они два вот этих старых, старый цыпленок, старый 11. Можно просто их называть старыми, и все. Старые, старые, очень старые ребята. Да, ну, собственно, Эмбер пока вообще ничего не может сделать. Да, он потом когда-то будет хорошо подрезать всю эту долпу пауков, но это будет когда-то. Слушай, а подтягивается ТДС, есть Тартик Бёрн, будет Кака, стараться пробивать. Есть Чуйны, очень больно Кака, поставил Томбу, не спасает его. Стал Сапшин, забирают фраг. Томбу нужно быстро разрушить, с них тоже денег получают. А Олд Элевен, понятное дело, что один против троих будет не бойцом. Вижена нет, поэтому я бы на месте ММА и сейчас бежал просто куда глаза глядят. Ну, вернее, обнял бы этот Тауэр и вообще из-под него не выходил. Вот просто крыльями обхватываешь вышку и прилипаешь. До тех пор, пока не появится Вижен. Потому что как только он уйдет, ты посмотри, сколько там пауков. Там штук 10, наверное, они сейчас одного залпа, половину Визаджа съедят. Так, вот как раз тот самый случай с Лекантропом. Еще и Вышка лишнюю плюху накинула. Но Бэйн... Да, Бэйн Слип не стал давать. Хотя, на самом деле, могли попробовать убить, если бы Виверна вовремя не оказалась. Ну, там, знаешь, прокаст, кулдаун уже, Бэйн дат Слип и на этом все вроде как. Не, ну там был Брэйн Сап, но единственная фишка в том, что Виверна, скорее всего, бы сбросил этот эффект. Ну вот, вот он Визадж, не обнял он Вышку и немножечко от нее дошел. Понял, ты понимаешь, как нагло заходит Ихом, они просто оторвали от этой самой Вышней Визаджи и приговорили его к заключению в таверне. И Мэйби, конечно же, прячется. Ну вот, правильно ты сказал, халява, халява для Бруты, потому что ее здесь никак не контрят абсолютно. Она получает левел, она фармит, она делает все, что хочет на этой линии, она сейчас просто Таверс ест. Эмберспирит — это не противник. И Эмберспирит понимает, что он не противник, он просто улетает на базу. Причем, я хотел сказать, сейчас вернется с ремнантом, но ведь ранее только минута, он только четвертый уровень, и о каких ремнантах речи быть не может. Он просто понял, что ему сейчас вафли, и решил отсюда убежать. Тавмидия будет атака, скорее всего, на Алчейкина. Пошел у нас Винтерс Бласт, есть Грейвчилл. Артик Берна пробивает Алчейкина, жуткая замедляет, откидывает Севлан, чем это его не спасает, и делают килл ребята из ЛГД. Хорошая перетяжка получилась, суппорты оценили свою неспособность сражаться против Бруты снизу, но оценили свои возможности против Фтини, который остался на миду один. А Брута тем временем съедает вышку до пятой минуты. В принципе, неплохо. Неплохо? Это, по-моему, сверх круто вообще для этого ЛТ-11. Он же такой невероятнейший буст получает сейчас. Да, плюс команда получает немножко артефактов, то есть тот же Бэйн, который на миде стоял, например, и ничего не делал, вот у него уже там 650 голды. Уже приятненько зомби. Кстати, зомби уже тоже там с третьим уровнем. Но вообще, пока у Ехомов мне все очень нравится. Если мы посмотрим на крипстаты, то три топовых убийц-крипов это как раз ребята из команды Ехом. И только потом ЛГД. Очень-очень тяжело им здесь бить крипчиков. Да, у вас среди как раз-таки этих топовых крипстатеров есть товарищ Сити Вай на топе, не забываем про него. Спокойно стоял против Дума. 34 на 13 против Дума, который 18 на 2. Двукратное преимущество, так что действительно все в порядке. Ну, на самом деле, я уже вижу Бруду в следующей игре в бане, потому что, мне кажется, ЛГД явно недооценили мощь Элавена. И да, и нет. Понимаешь, вот Ласт Пик Ликонтроп, он изначально не поизонирует себя как контроль против Бруды, а остальные герои были изначально сомнительны против нее. Ну вот, типа, они рассчитывали на то, что Эмбер хорошо постоит, но Эмбер, как мы видим, нифига нехорошо не стоит. Он там пока уровень свой набрал, пока имеет возможность отбиваться. Да, у нас тут нападение к временем на Сайлора. Сайлора засыпают и моментально уничтожают. К сожалению, пятый уровень даже не мог вызвать форму, чтобы убежать быстрее и быстрее от противника. В итоге подставился под проказ тени и умер. Еще один килл для Ихум. И очередная сейчас будет возможность у Бруды немножко поддавить нижнюю линию, прогнать отсюда Мэйби, чтобы он не фармил. Ну, а сейчас на него уж угонет, чтобы тот щит нажал и просто уведет пауков. Может, даже лес пойдет фармить сразу же, чтобы не рисковать паучатами. Ну, собственно, так, в принципе, и происходит. Да, вот она Бруда, вот видят Виверну. Привет! Привет, мой свет! Да, ну, EDC успел слететь на лоу-граунд, но он понял, в какие владения он вообще прибежал. Оценил масштабы, да, вот про этой проблемы в виде Брут Мазер. Ну, вообще, что хочется сказать. Хочется сказать о том, что и Дума на топе тоже прогнали. У него появляется, конечно, ультимативная способность. Может быть, будут первые подключения со стороны аутики. И, ну, других вариантов я не вижу. Прийти и убивать Бруду надо. Так смотри, задумите. А Бруда еще ваш лес оккупирует. То есть вы еще не можете там фармить. Обычно Ликантроп в случае чрезвычайных ситуаций он уходит в свой лес крепчиков побить. А здесь в лесу просто целая толпа пауков. Ты, Сори, Ланема, зажали два волчка. Ланем не знает, как выйти. Он просто в туч. И в темном лесу изнасиловала три героя плюс волчонок стороны LGD. И бывает такое. Хорошо, хорошо сыграно, действительно. И тут же вот его бордец сняли, который он поставил. Ну, все спалили. Здесь LGD хороший получился мух. Очень хороший. Так, ну вот она Брудмамка. Брудмамка, которая продолжает неистово объедать сейчас LGD. Именно объедать, потому что они вообще никакого фарма не видят. Они вообще не зарабатывают денег. И это можно видеть на графиках, на которых уже 3000 преимущества у команды E-Home. Да, в Бруде там, ну, львиная доля этих самых денег сейчас содержится. Ну, сейчас будет выходить, возможно, у мид на Сайлора. Не-не-не, Бруда решила дать по пятну. Ну, пока с левелом небольшие проблемы. Хотя вот четвертый уровень уже есть. Есть уже третья сетка. Четвертый плевок скачал. Ну да, тут есть кого забирать с этих нюков. То есть, Висаж, Винтервер на большим запасом здоровья не обладает. Можно их наказывать. Да и корр-герои тоже будут страдать в случае, если получится кого-то запокусить. Ну, и вот он, пуш, вышки по миду. Там, конечно, должна подойти Виверна со своим сплинтер-бластом. Но сплинтер-бластом первого уровня, поэтому погибает два паука с этого плевка. Это совсем мало. Да, и Бруда остальных просто-напросто уводит. Сейчас видят Сайлора здесь. Может, Сайлор может подбить в кентавр. Так, помогает немножко он сейчас и хомом. Ну, и вот ждет Бруда, когда будет помощь. Просто ворует кентавра из-под носа у Ликантропа. Ну, качественно, качественно все делает. Да, Ликантропа только маленького кентаврика в итоге забрал. В общем, слишком много мы внимания уделяем Бруде. Там у нас, тем временем, на нижней линии нападают на Андаинга. И он делает тэп-аут. Хладнокровный тэп-аут. Ну, и довольно просчитанный получился. Подпушивают медлинию и хом. И при этом, при всем, мы не забываем, дорогие друзья, что опять же, ВР-ка на фри-фарме находится. И она еще в игре не принимает участие. А у ЛЖД уже проблемы. Это насколько сейчас сэрли-геймом был проигран от ЛЖД? Как из него выкручиваться, я не знаю. Да, непонятно, непонятно, что делать против этой паучихи. Тут вариантов, на самом деле, очень-очень мало. Единственное, оттушено, конечно, то, что наконец-таки Эмберспирит получает возможность немножко пофармить. Вот с легкой линией он там набрал себе левел. Есть уже восьмой. Сейчас он более-менее боеспособен. Понимаешь, мне складывается впечатление, что у китайских команд, которые сюда приехали, был вот этот Ликантроп в рукаве. Но они не играли им против фирменных героев тех же там западных команд. Я имею в виду как раз вот Брудмамку. Потому что в Азии, я помню, там только АСАСАС, кажется, вообще на ней играет. Ну, может быть, еще... Так немного игроков, да? Да, да, да. То есть там, если они есть, то не такие уж сильные задроты. Но вот сейчас видим, Элевен качественно тоже исполняет. Находит он Дума. Еще-то лосик. Ой-ой-ой-ой. Какое исполнение, а такой? Вообще, кажется, если бы Бруда вгрызлась и плюнула просто в Дума, то мог бы получиться какой-то профит. Но там в любом случае есть ульт у Дума. Можно встрять. Так, там терение Мэби из ДДС. Решили поражать Смог. Но этот Смог сразу же спалился от Бэйна. В итоге под контроль с Руной скорее всего не получится. Мэби сейчас получит прокаст Толчикина. Тосс, Руну забирает Тинни. Есть Винтерс Бласт. Но Винтерс Керса нет. Левел четвертый прежнего Винтера Виверна. Заметает повершот. А на хосте-то Сетюбай ускоряется. Может кого-то сейчас поймать. Есть хороший Шекл по двоим героям. Боже, потащит этот Шекл. Убивают одного, убивают второго. Минус два суппорта. И продолжают свое движение в сторону противника. Кстати, у Мэби проблемы. Потому что одного своего пацана он уже потратил. Один Ревнат, я имею в виду, конечно же. Вот он отправляет второго сейчас на холмик. И понимает, что нужно сейчас раскатить по максимуму ребят из Ехоум. Да, и уходит. Там его пока никто не поджидает. Но бруда вообще тут как тут. Опять же, вездесущий Левен. Вот все тот же стиль. Вот это тот стиль, который использует Ice Ice, с которым Зай очень неплохо отыгрывал, кажется, то ли на International или еще где-то мы ее встречали. То, что эта бруда, она просто по всей карте. Это не та бруда, которая оседлая, которая на одной линии вот затерлась и все, и никуда не дергается. Это бруда, которая есть везде. И вот просто эти сетки вот такие вот. По всей карте, да. Вот если посмотреть, действительно все в сетках сейчас. Весь лес практически, вот же Диенги. Причем это один такой цельный, получается, переход от одной части карты к другой. Да, да, да. Она просто нереально быстро бегает. Там у нас Doom угрожает зомби, то, что он может, может сейчас навредить. Какая, ну, слушай, давай, там сетивай, да, и там с Волком связали в итоге, и тем временем забирает еще InterViver, но... Так, сетивай сейчас попытается просто сдонать, какая, если получится это сделать, и получает, отлично, сыграл сетивай, все грамотно. Бежал до конца, параллельно, скажем так, с Ликантропом, и получил захайлайтить, и пошел AllChicken догонять. Пока просто нереальное доминирование на всех возможных фронтах. Действительно, очень однобоко эта игра выглядит, ничего не получается у LGD Gaming. Ну, пока они, знаешь, не потеряли Tier 2, пока нет захода на хайграунд, еще сложно что-то говорить. Вместе LGD еще не собирались, они еще бой не давали, может быть, где-то поймают противника на ошибках, но... Я, так как я понимаю, что ты просто пытаешься навести хайп... Ну да, и поддерживай тригу, Роман, не убивайся тригу в этом матче, хотя бы себе. Я могу полностью обломить наших зрителей и сказать то, что ни черта здесь не получится у LGD, только не с этими героями. То есть Ликантроп Эмбер — это не те герои, которые могут камбэчить на 15-20 минуте. Вообще, конечно, очень много артефактов, потому что для того, чтобы камбэк осуществить, но не с отставанием в 7500, но 12-й минуте, на 13-й. Да, это просто невероятное количество бабла. Ну вот, опять открываешь таблицу нетворксов, понимаешь, что Ликантроп на 1500 отстает от топ-3 героя и Хоум. Ну, про Бруду я вообще молчу, Бруда уже как два Ликантропа стоит. Да, через Ладмера, кстати говоря, качается All-11, не стал покупать какие-то медасы. Все-таки подумал, что, возможно, все-таки потеря темпа. Посмотрим, что будет дальше. На Кромиконе, на Кромиконе вопрос. Толчики, Толчики, да, вот видит, стоит, вот видит сейчас, видит всех, проказывает Минтер Виверну, шанс отправляет в таверну и может кого-то еще пытаться цепить. Нет, 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 там был где-то сетевай, сетевай не поспел. Ну, сегодня хороший соло-фраг. Минтер Виверна, пятый уровень до сих пор. Вот, вот тоже, в принципе, неплохой показатель того, что вообще происходит на карте. Ребятам вот из YouHome, конечно, не стоит сейчас совсем останавливаться. Они понимают, что можно еще немножко людей поубивать, можно немножко еще подфармить. Но надо речи двигаться. Скорее всего, ждут какой-то условный аганим на сетевая, и потом начнется весилово. Ну да, возможно, стоит купить себе медальку из SolarCrest, чтобы оформить Рошана, конечно же. Можно Тини выформить в аганим, чтобы попроще-то вырастно населиться. Ну, вариантов есть, причем стоит также приметить то, что если дракник технии происходит, нет убийств со стороны YouHome, все равно на дистанции формят лучший YouHome. Ну да, потому что все та же Бруда у них съедает всю карту. То есть она съедает всю вот эту вот часть, которую обычно забирают Радианты в ситуациях, когда у них все плохо. Можно сказать, что неплохим вариантом было бы отправиться вот в эти леса, да, Радиантом именно. Но опасно, очень опасно. И я уверен, что YouHome могут даже какую-то варту себя в лесу поставить для того, чтобы вот эту халяву пытаться как-то палить. И сетевая вообще улетает с топа. Там смог, смог, атака была, и, судя по всему, сетевая просто-напросто прочувствовала. И сразу же идет перетяжка на Рошана, где уже ЛТ-11 третьих хп Рошану снялся. Ну, все круто получилось, пока полностью читают LGD, даже вот такие редкие вылазки со стороны этой команды не приносят им кого-либо успеха. Теряют они в очередной раз время, деньги, как постфактум, и тяжеловато, тяжеловато. Даже без медальки с Рошаном справляются более-менее. Владмир все-таки есть, позволяет танчество товарищу Олда Левену. Так, медленно, уверенно заковыряли Камнеголового. Айкет дает Тиннику, будет покупать Седрама Фэнджелес, если так много на них осталось. Три стола уже есть у Бродмазер. Ну, вот что купить? Некрадомиконы какие-то, пытаться ставить дальше? Ну, вообще будет неплохо, просто потому, что некрадчи, когда ты вот настолько овнишь, когда у противника совсем нет артефактов, и он и без того тонкий и уязвимый, то, когда ты отправляешь этих двух сларца одинаковых с лица, ну, вот у нас еще минус Виверна. Так вот, когда ты отправляешь двух этих правых ребят, они просто уничтожают там нереальный дэмэдж. И та же Виверна, тот же Визидж, тот же там, ну, Дум, ладно, Ликантроп, они быстрые, но против суппортов это самое офигенное оружие, которое можно вообще придумать. Да, ну, и, конечно же, товара-товара-товара. ДНС, кстати говоря, до сих пор левел пятый, я жду не дождусь, когда у него ультимейт-то появится. Это Винтерверта-бедняжка, 16-ая минута, бегает, не знает, не может найти себе место этой карты. Аутикея поймали, тем временем, есть пингрип, ставит стоп-стоун, Эмбер-спирит никак помочь не может Аутикею. Залетает еще и Шрекл, очень шикарная от сетевая, и оформит черный килл. Да, и еще Эмбера нашли, Эмбер, о-о-о-о, бро, не туда ты прыгнул, но у Тинни нет поддержки, поэтому Эмбер-спирит успевает улизнуть. Да, ренантики оставались в Эмбе, поэтому спасается. Но при этом, опять же, ни одного тавера LG-диспушить не смогли, потеряли уже 4 суммарно, теряют героев, счет 8-3. Ну, совсем уж, конечно, в салат. Просто их он переигрывает сейчас своего оппонента. Да, Сайлар бегает по лесам, пытается найти хоть один спаун для подфарма, но и этого у него не получается сделать, потому что Бруда заняла два ближних спота сейчас, и просто на глазах у Ликантропа, у плачущего Ликантропа съедает всех крипов. Ну, людям может показаться, что мы слишком заостряем внимание на той же Бруде или на команде Ехом в целом, но... На всю игру сделала практически. Просто, да, просто потому что больше обсуждать нечего. LG-ди абсолютно бесперспективно пытаются найти себе любой источник дохода, но Ехом очень грамотно, опять же, объедают. Ти-вай, смотри под инвизом, сейчас будет какой-то, возможно, шекл. Очень хочется, конечно, получить уже аганим, но буквально сотни монет не хватает. Так, с Андричником пробежала СВРК, отошел для контроля, все успешно. Вот еще одну вышку сейчас заберут, соответственно, и ВРК денег там докапает, Бруда уже сольки. Есть Winter's Curves! Можно драку, можно драку! LGD, давайте где-нибудь, замес! Есть Doom! Так, Doom у нас был вообще в этой игре? Не-не-не-не, один Doom был. А, зомби, зомби внизу, точно. Которого заданали. Чили зашел, прокаст, ну, левел 6-ой не помогает, потому что в интервернов прокастал чекина, поэтому это очередной килл, плюс, опять же, снесенный тамбор для их хомов. И неужели заход прямо сейчас на хайграунд? Вот так просто? А почему нет? Там Вадмир есть, там огромное количество ауэлл, барабаны. Ой, Doom закидывают, прям в толпу, финсгриб, ауэтикей! Но даже команда не была готова реагировать. Тут такой вот внезапный врыв, очередной килл, дуга с пайбэком, но... Ужасно, ужасная ситуация. Тимики позахиливается, там баф стоит, птицы умирают, бруда отгоняет всех, это минус тир-3 вышка на 17.30, падает первое тир-3 здание у команды LGD. Как рано их хом заходит на базу. Мне это напоминает финал четвертого интернешнл. Ну да, все очень просто было. Просто на ноге заходят ребята на базу, начинают ломать. Понимаешь, что раз уже начали ломать это здание, неправильно надо добивать. Посмотрели, контрома выкинули, не зная то, что сделать, я думаю, что получается. Пытается как-то помочь Эмбер Спирит, дал фисты, но дэмэдж они практически не наносят. Есть хороший, в принципе, уйдевает виталия верно. Слушай, ну бруду скушали, бруду действительно съели, очень неплохо. Здание в итоге не добивают их хом, это может быть первая их серьезная ошибка. Тинни с Аидисом нужно подставляться, нужно подставляться. Думбра залетает по Ситиуаю, за ним также отправляются Волки. Тут еще и Ланэм, и LGD, и куча байбэков пытаются вернуться за место, нападают дальше на Атинни, Утинни уже нет, кастов погибает Олд Чикен, Брудмаза возвращается в центр, но тут также доедают еще и Виндрейнджер. Да, подумал, она там была, пыталась уйти, но Эликантроп оказался быстрее. Ну вот она, вот она, маленькая такая зацепочка, прям совсем чуть-чуть буквально. Я обычно вот так делаю в пабе, когда... Я видел, как ты кликаешь, Аван, я не смотрел на это внимание, но я знаю. Да, то что ты сейчас будешь намекать? Я намекаю именно на это. Ну то есть, если вы не уверены в своей силе, возможно, их хом были уверены. Они уверены, вот, вот, вот. В такой диминации они были уверены. Вот, они были уверены, окей. Я уверен, что они были уверены. Но в итоге их уверенная уверенность привела к тому, что они очень неуверенно били здание на базе, и к тому, что они сейчас подарили много денег. Там в районе 4 тысячи они должны были примерно отдать. Да, около 4 тысячи, действительно, они сейчас отыграли. проиграют по-прежнему десятку, что довольно много, плюс по-прежнему нет Тир-3, то есть заход Тихомов, конечно же, продолжится в последствии. Ну, по экспериенции довольно много отыграли. Ну, Бруда далеко залезла, изначально, хочется сразу сказать. Бруда просто с таким билдом, со своим вот Орхидом, она больше предназначена для каких-то локальных убийств, так у нас тут убивают Сайлора, да. Не забываем, после байбек он был. И 60 секунд его не будет, но это хорошая предпосылка для того, чтобы забрать Т2, например. Бруда пытается убить, соло отеке, через Орхид не вышли. Этого сделать довольно плотным оказался Тудумс Драма Файн Джонс. Живет пока и зачем-то возвращается. Он, Алтлан, не хочешь в втором округу? Я думаю, со второго захода Бруда его снямет, на самом деле. Ушел, ушел, Алтекей. Ну да, ну вот был такой мини-замес, которым ЛГД оказались чуть-чуть получше, отыграли денег, но по-прежнему все очень плохо, ЛГД гейминг. Но вот пытаются кого-то опять же подловить, видят Ланемо, хорошо. Залетают Сиринг Чейнс, ДДС, Артик Берн, там же залетают Сиринг Чейнс еще подлетят Утини, находит Вали их. Не плохо, чтобы спасти, но есть Финс Гриб ДДС. Да, да, ДДС просто умрет. И еще и Инвизик выбирает Орхид. Орхид на Мэйби, а Мэйби сможет ли уйти? Орхид скидывается, пытается уйти на Ремнант, еще один Ремнант и вроде как сваливается. Вагоне, конечно, продолжается, но я думаю, сможет уйти. Там на барабанах ребят пытаются догнать, Мид пока отпушен. Как тебе Item Build Мэйби? Ну, честно прям. Прям совсем честно? Совсем совсем честно. Ну, короче, я тебе могу его обосновать совершенно логичным образом, просто потому, что он, понимает, их будут давить. Единственный вариант это сплитить. Ты видел сплит от Ember Spirit? Вот, без травлов сплитить очень тяжело. Но то, что он не сплитит, это уже конкретно его дело. Я тебе рассказал, зачем это. Я не говорю, что он молодец. Просто такая ситуация, когда к вам на 13-й минуте поднимается на хайграунд уже практически, и ты покупаешь травлов, ну как-то все это слишком оптимистично. Понятно. Ты понимаешь, что ты в любом случае проиграл. Вот в чем дело. И единственный вариант, это если враг ошибется, неправильно зайдет, например, ты все равно сможешь прилететь в замес, и ты в это время сможешь, допустим, снести какую-то вышку, дать своей команде немного денег. Вот, собственно, чем сейчас Ember Spirit занимается, правда. Улетел он слишком рано сейчас домой, как по мне. Ну, немного испугался, судя по всему, чего-то. Ну, да-да. Боится постоянно, потому что может в Эрочка залететь и дать шоколшот какой-то. Пока у меня, правда, блинка нет, но я думаю, сейчас он купит. Как раз денег хватает. Так, ну, ты знаешь, вот так немножечко ЛГД прогнали противника со своей территории, не особо быстро собираются и холм в новую атаку. Судя по всему, буду ждать появление следующего Рошана. Ну, это глупая затея, на самом деле. Если только, конечно, Бруда будет продолжать вот так же жестко объедать все линии, то ок. Если нет, то это действительно немного глупо, просто потому что вы начинаете терять деньги. То есть вы сами теперь зажимаетесь непонятно чего. Вот вспомни, когда последний раз Сайлар выходил на каких-то Эншентов пофармить, или там, допустим, вот этот ближний спаун, когда в последний раз Рейдиант забирали. Да, это было минут 10 назад. Даже когда он выходил туда его зафармить, все время объедал его Бруда и с помощью своего нюка забирал основного большого. Да, да, да. Видит там, его кого-то добивает. Говорит, ну, хорошо, друг, я тебе помогу. Так, пошли нас на терением в Спайдерлинге. Дает вижен, но только перемещается противник. Но не торопится. Видно, и Хом не торопится. Опять же, пока фармят обе команды, график не растет в никто ни в другую сторону, поэтому все устаканилось, все остановилось. Ну, при той доминации, которая была от их Хом, конечно, им в минус. И плюс для LGT. У них все-таки появляются теоретически какие-то шансы. Ну, да, да. То, что игра затягивается, безусловно, идет им в плюс, потому что там все вот такие Эмбер и Ликантропы, они достаточно мощные. Против той же там ВР Китине, мне кажется, Эмбер и Ликантропы смотрятся посерьезнее конкурентно. Ну, плюс Чудоум. Не будем называть Виверна. То есть у LGT достаточно серьезная драка, если они выйдут в хорошие артефакты. Да, нужны, нужны айтемы. Для айтемов нужно время. Это время, пока их Ома дарит. Так, вот тут очень опасно. Сетивай залетал на блинке, но не обнаружил здесь Сайлор. Сайлор все-таки фармит уже леса. Сейчас интересно, может, кисточка произойдет какая-то? Нет. Сетивай не понял, что в их лесах кто-то орудует. Забирает иллюзии под Вендраном. Очень опасно сейчас может быть. Сетивай очень рядом бегают. Они тут с Ликантропом друг друга пока просто-напросто не видят. Ну вот, помнишь, я тебе рассказывал про вот это место, куда можно отправиться. Все, теперь Сайлор понял, что не так уж что и опасно. Тем не менее, делает тэп-аут и успевает уйти. Замечательно. Вот, мне нравится то, что делают LGD. LGD играют то, во что они умеют играть. Та самая старая добрая консервативная дотка. То есть ты сплитишь, ты фармишь, ты выходишь в лейт и в лейте с шестью слотами убиваешь людей. Потому что что? Правильно, надрафтил ты таких людей, которые только с шестью слотами драться и умеют. Ну, откровенно говоря, конечно, во многом это заслуга и Хоум, все-таки. Они позволяют это делать LGD. Ну, так получается. Ну, вот заход на следующий рошан. Действительно, они дождались его. Волчки, конечно же, все это палят. Попытаются, возможно, даже загрызть рошана и загрызть. Ага. Почти, алчикин, если с агонимом не стоял и просто не снесся в этих волчков. С учет своего такого сплита урона. Ну и да, забирает Аегис, забирает спокойно сетевай. Ну вот, будет сейчас еще одна попытка зайти. Вот, Дум на топе сейчас засплитил. Вышку будет сейчас забирать. Хорошо, да, сносит он Тауэр. Бабки на команду, наконец-то. Да, хоть какие-то деньги. Очень приятно. Внизу вот тоже вышка 350 хп, то есть можно еще там где-то профукать косарик. Ну, вот-вот-вот. Смотри, на 17-й минуте было преимущество там 12 тысяч условных. И на 25-й оно таких же 12 тысяч. Это говорит явно о том, что Юхом что-то делают неправильно. Говорит о том, что вот Икея сейчас, скорее всего, просто-напросто погибнет. Да, Роск умер. Что это было? Фоткин скрипт. КК ставит Том Стоун, ДиКей, Соларип держит. А последний Соларип? Нет, не умер он, однако. Брэнсап. Брэнсап. Чистую уроду. Ничего не делать. Ну, Ликан не стал отвлекать на себя внимание. Видимо, не поверил, что там только два героя. Подумал, что там больше. Ну и план перехвата сетевая так же. Ликантроп знает, что еще не вернулся на свою базу, но через ТП уйдет. Гем покупает антайк, наконец-то. Кстати, Гем раньше появился в ЛГД. Купил его там Бисадж, бегает с ним, тоже пытается лишить вижена противника. Ну вот готовится, готовится и хому к такому финальному заходу, скажем так. Но пока довольно долго готовится. Да, затянута малость, но ладно. Посмотрим, в чем заключается их план, потому что они опять разбредаются по всей карте, они опять хотят фармить. Фармить и... да, ВРК покупает еще себе Митрилхаммер. Ну то есть, и если вообще все указы приходят от ВРК, типа, да ладно, мне осталось чуть-чуть на Аганим. На Блинк не хватает вот две тысячи всего лишь. А Егец, ребят! Блин, ну без Дизолятора не зайду. Без Дизоля вообще не вариант. Просто меня развалят мясо. Хотя я не знаю, чем это аргументировано, но я уверен, что он так и сказал. Говорит, все, надо обязательно Дизоль. Всего три косаря осталось. Ну, не для никого... Ни для кого не секрет, что именно Сетива является таким основным гейммейкером, да, в команде Хоум все-таки очень много... Вот тебе и... Я просто... Откуда я такие вещи знаю? Оттуда, что в команде, например, с Мушей и Блайком, Муша постоянно, скажем, наезжал на тиммейтов, типа, ой, да ладно, мне надо еще чуть-чуть, мне надо еще чуть-чуть, мне надо еще чуть-чуть. В итоге выходила шестислотовая его темпларка, умирала за полторы секунды, и на вопрос, типа, что за фигня, ну, типа, а что? Не дофармил еще. Не дофармил, видимо, да. Где спейс, ребята? Где мой спейс? Где мой спейс? Я сейчас обратил внимание, как Мэйби, купив себе БФ, прям так сладко подфармливает паучков, но вот прям вот слаще не продумывается. А теперь, у него два-триста уже монет, у него сейчас появится кристаллиц, уже готовый. Вот, теперь эти пауки, это просто, ну, я не знаю, как семечки для Эмберспирита, он будет видеть любой пакован, чем больше, тем лучше, естественно, и просто разрывать их как угодно. Кстати, к слову, о Мэйби, единственный персонаж в этой карте, который ни разу не погиб, покупает себе все-таки яшу, не кристаллиц, ну, мы понимаем, чем это мотивировано, есть в противоположной команде Орхит у Брутмазер, нужно его с себя скидывать, поэтому будет выход в манда стайл. Смоук от Яхом, две минуты до изъятия Эгиды. Угу, Тин, кстати говоря, купил себе Гиперстон, тихонечко воссалки раз выйдет. Он пытается кого-то подойти, кстати, удивлен, потому что до сих пор стоит Тир-2 на топе, но только-только он начинает пробивать СТВ. Так, ну и Айс реализовывает Натой, так что думаю, что будут сейчас заходить, ребята, Яхом, даже если Ганг к ней пройдет успешно. 4000 голды есть от ЛТО Левы, но вот эти деньги желательно во что-то реализовать сейчас. Ну, да, не знаю, ни кратчи, ни ни кратчи, просто ни кратчи тоже со временем могут стать таким же сладким кормом для Эмбера Спирита. У нас уже была похожая игра, когда Бруда просто отправляла пару некров, а она БКП покупает. БКП. И Дизоль для VR. Ну вот готовые артефакты, готовые, сильнейшие айтемы вообще. Вот сколько мы будем рад говорить в этой игре, готовые ребята из Ихом. Я сейчас просто боюсь, что если Виверна кинет Винтерскерс на героя рядом с VR, она его просто вывернет наизнанку. Есть такой вариант. Тут, конечно, позиционирование тоже должно быть. Хороший Ихом, иначе под Винтерскерс можно подставиться, под хорошие фисты можно подставить с стороны Эмбер Спирита. Да, затяжные заходы сейчас явно не в пользу Ихом. Эмбер будет методично этими фистами отстреливать, вот у него там, он на что-то деньги тратит, а у него Яша появляется, это будет Манта Стайл, это для того, чтобы оркидовать оркидов. Не знаю. В том, что он ставится внезапно от КК, мы пытаемся фамильяры его пробить. Фамильяры очень быстро уничтожают. Посадили фамильяры, фисты и чейны, вот ставится у нас в Винтерскерс, получает, но пока Глимер Кейп, жив, и из изолятора разрывается. Слевая, правда, промыча срабатывает, страшно очень. Есть ПКБ, был Колден Брейт. Там дум на тележку, в принципе, норм. Неплохо, неплохо сыгранно. Ну, тележка не может кастовать, я думаю, она неистовствует. Это была попытка перевернуть драку, не очень успешная от дома. Все-таки, может быть, стоило не на тележку. Ну, бывает такое. Ладно, Ликантроп теряем пробить. Ликантроп у нас без байбэков, потому что купил себе вторые Некрадомиконы. Но Эмбер отбивается. Эмбер по-прежнему отбивается. Я не понимаю, почему Сетивай вообще не бьет сейчас базу. Вот Тинни, первый, кто начал этим заниматься. В итоге мид теряют. За 47 секунд, я думаю, стесут и обе линии. Эмбер фистами откидывается. Проблема в том, что это Яша, а не Кристаллис. Да, с Кристаллисом от спамить ему было бы, конечно, намного проще. Но понятно, что он это оставил. В перспективе будет намного круче, так как не будет Орхида. И заходит Тинни. Аутике подстанет. Но без продолжения просто ставит спейс для Сетивай, что тот пробил Бараки. У Бараков осталось мало ХП. Нет Глифа. Сетивай нарезает с хайграунда. Не дает пока Фопус Файр. Экономит его. И снесли за вторую. Забрали две стороны. Очень недурно. И Юхоум будут убегать. В итоге получилось то, что все они сделали правильно. То, что хорошо. Они рассчитали тайминги с этими аэгисами. Видимо, фармили как раз для того, чтобы выйти с максимумом под конец действия эгиды. Ну и под конец, в принципе, две минуты. Этого хватило. Ну вот чем мне нравятся такие опытные китайские коллективы, что они точно знают, с какими артефактами они сейчас зайдут и снесут все. Ошибок в таких случаях они пускают по минимуму. Это вот больше свойственным командам. Сейчас действительно было понятно, то, что Юхоум конкретно соблюдали тайминги. Весьма понятные тайминги. То, что не стали они перебарщивать. Но ситуации, когда они слишком зацикливаются на этих артефактах, они далеко не редки. И сейчас Юхоум все-таки кто-то подошел. Может быть, говорит, ребят, давайте, хватит, хватит. Там эгидо. Ну вы знаете, он сетевая сказал. Сетевая сказал, ребят, дизоля хватает. Все, ребят, сейчас пока хватает. На следующий заход может быть понадобится что-то еще. Кстати, говорят, что это уже и летит. Это кристалис появляется. Да, без двух сторон, конечно, нереально тяжело. Да, Эмбер со своей Яшей пока мало что делает. Вот мы видим, он даже пауков толком пока не подрезает. Но с мантой, с мантой демож, конечно, не сильно вырастет. Живучесть. Вот это проблема. По-моему, в таких ситуациях, когда к вам заходят на хайграунд, и очевидно, что вам стараются сломать сейчас две стороны, есть смысл рисковать? Ну, смотри, если ты так начнешь рисковать, на тебя просто кидается орхид, и на тебя сбивают. Не подходи под бруду. Ты стой издалека. Не, бруда тебе придет, вот в чем дело. Есть такой вариант, опять же, нужен риск с Яшей. Вот сейчас видно было, что демоза от Эмберспиритна просто нет. Да-да, с Яшей тут вообще все тухло, я не спорю. Я, опять же, говорю, точку зрения игрока вообще, на что он рассчитывал. Да-да, это понятно, чем мотивирован был у нас Эмберспирит. Он думал, что он успеет манты ставить фармить, думал, что их ом еще немножечко промедлит, но медлить они не стали. Ну и за это им отдельный плюсик. Вот сейчас обводит Виверна, ДДС, говорит, блин, там много фарма, ему отвечает Эмбер. Да и там внизу тоже, в принципе, хватает. По-моему, время смока последней надежды. Может быть, кстати. У Интерверна есть, у него есть смок десит. Есть, ага, ну кулдан ультимат только у ММА, но у него же вызованы течки, так что все окей. Все остальные ультимативные способности готовы. И вот он пошел, смок последней надежды. Возглавляет это движение товарища УТК. Вот главное думам попасть, и все будет замечательно. И пока ждут, ждут, когда кто-то будет здесь отпушивать. Может быть, какая-то шарная пруда, может быть, какая-то выручка придет. Вот что-то такое хочется увидеть, но никого здесь нет. И снова их ом не подставляется под эти смоки. Ну, вообще, очень мило наблюдать за тем, как ребята идут пушить. Не пушить, точнее, а кого-то ловить, допустим, ту же бруду без достов. То есть сентряком, да вы же в жизни не поймаете. Да. Есть такой вариант. Ну, вот All Demand сейчас, например, стоит. Ну, и все, и вот он убежал. Нет, пока еще не убежал. У DDC один единственный сентряк. Может быть, это будет коронный сентряк? Нет? Нет, не будет. А куда дальше пошел у нас Ликантроп? Находит, кстати говоря, дабл дамаж. Не накажут ли его задравить его на то, что сейчас Ликантроп с этим дабл дамажем... Ну, хотя, ладно, я думаю, Яхоум, они будут придерживаться старой схемы. Иди до линия, иди до линия. Надежно, надежно. Ну, игра в лозерах стоит понимать, что тут любая ошибка может быть... Может быть, фатальная для команды. Да, ничего зазорного в этом нет. То есть, как бы нам, допустим, не нравился как зрителям подобный игровой стиль, но чисто со стороны комментаторства можно сказать смело. То, что ребята все делают правильно. Ну, что, наконец-таки собираются где-то возле медлини, перетягиваются на топ. Это последний лейнг, который осталось нести. И, конечно же, постараются как-то сплитом зайти. То есть, варианты с каким-то вот таким вот двойным заходом, они вполне уместны. Где-то там снизу, например, возьмет на себя внимание брута, привлечет его противника со стороны противника, а сверху сломает тени за парочку ударов. У него то, что есть керас, есть и коней, он готов. Ну и Рошан появился. Вот он, третий Рошан. Сироегис здесь, кликают, а ребята из the home, перетягивается потихонечку all the level. Я думаю, есть смысл этого Рошана просто забрать. Очередной гем покупается со стороны LGT. Покупает его, пум. Да, ну вот Эмбер, видимо, решил тоже, что Яша была в прошлой драке плохой идеей. Купил кристалли все-таки. Ну вот, теперь он понял, что нужно рисковать. Теперь уже собирать себе манта стайл, это, опять же, очень-очень сильная потеря темпа. Это очень сильная потеря демеджа. Ты не можешь отпамить этих паучков. Это просто неотъемлемая часть защиты на таком этапе игры. У Брудмамки появляется дайгер. И теперь, как только Брудмамка увидела этот кристаллис, она говорит, иди сюда, мой сладенький. Ну да, причем особой нужды прям так сильно вгрызаться имберспирта нет. Ты просто ойш орки, ты сносишь базу, все. Да, разговоры короткие будут у Бруды. Она еще и Башер себе сейчас докупит. Нет, все-таки у нее есть надежда, что она будет имберспирта в соло убивать. Это он вгрызает каким-то бистолблейдом под оркидом. Иди сюда так. Не, ну это может быть очень мощно. Это будет жестко. Так, там у нас Саегис достался сетевая, Илчикин достался сыр. Башер будет сейчас прилетать для Брудмазер. Заходит на Ликантропа. Шеклом не связывает с дальним крипочком сетевая этого самого Ликантропа. Не получилось так вот. Внезапно на халяву сделать килл. И перетягивается на топ, где пока сплитит Мэйби. Да, там уже летит... Сейчас прилетит Дейдалус. Как раз Верка дофармит там соточку голды. Рецепт у нее уже есть. И Башер с Даггером долетят для Бруды. И неплохо сыграно. Смотрю на эти ГПМы у игроков LGD, конечно. Но вот самый большой у Ember Spirit, 436, тоже такой себе показатель. Там есть два героя, три героя даже, которых больше 500. Но все-таки, конечно, сабота фарма сказывается. Ну да, ты понимаешь, да, ситуация, что совершенно противоположная у этих игроков, у этих команд. То, что одни находятся в позиции, другие тоже, но в такой коленно-локтевой. Коленно-локтевой оппозиции. Оборонительная. Да, коленно-локтевой. Да, самая знаменитая. Да, самая знаменитая. Да, из этого что-то даже и получается. Посмотрим. Сейчас эту самую позицию будет ставать ложить на топ-лейне, конечно же. Идет Бруда снизу, она очень быстро эту линию подвинет. И дождутся, думаю, пока их хум. Ну, то есть, вариант какой? Вариант такой, что Бруда до себя сейчас привлечет на двух героев. И будет инициация стороны их хум на топе. Ну вот, Дум, возможно, первый захочет Винтерскерс на Алт Чикина. Ему может быть больно, Глиммер Кейп тум ловит у Алт Чикина. И Алт Чикин просто съел сетевая. Как же это больно. Алт Чикин, скорее всего, погибнет. Дерется на развороте. А как он будет погибнуть, если его так шестко сейвили? Да, минус два уже сделали их хум. Тинни, конечно, погиб. Есть Конкасев на сетевая. Да, ну... В любом случае, там Бруда уже начинает прямо на базе съедать одного за другим. Но, слушай, Лайвен может загулять малость. Не-не-не, убегает, убегает. Пытается отсюда скрыться. Брудманка. За ней погоня. Тут же сетевая отличный. Шеклшот и фокус файер. Но мэйби поцейвили. Правда, плевком Бруда его забирает. И будет умирать еще и Ликантрон. Здесь уже мега килл сетевая. Гэ-гэ пишет. Ау-ти-кей. Ну, вот такая вот, откровенно говоря, очень простая карта получилась для Ихоум. Все-таки отдадим должное капитану этой команды за отличнейший драфт. За то, что он просто прочитал противника. И дальше уже было, что называется, дело... Да, да, да. А руки у Ихоум хорошие. Ну, вообще, задумка Ихоум в итоге оказалась намного более грамотной, нежели задумка команды LG. Она даже просто была проще. В концепте в своем...